Итак, друзья, в кадре двигатель LeFan 168F2, который стоит у меня на мотоблоке Нева. Значит, на зимний, сказать так. Период, не сезон, он был снят обратно с мотоблока вместе с колесами, по той причине, чтобы его банально не украли. Оставил я на даче только редуктор от мотоблока. Колеса снял, потому что крашу диски. Двигатель снял, потому что снял. Кстати, да, сегодня немного начал красить. Это крылья. Крылья хочу покрасить в синий цвет. Вот здесь ступицы и диски вот эти с колес. Вот резина сама стоит. Эти покрашу в белый, они были желтым цветом спрейма, а это обычным параллоновым валиком закатаю вот в такой же синий цвет, как у меня в гараже покрашены вот эти уголки крепления полок. Вот, значит, что? Привез я его в гараж. Было достаточно много бензина у меня залито. Решил я слить и что-то начал ковыряться к шлангам. Снимать, снял фильтр. Воздушный, думаю, солью со шланга. Потом думаю, зачем я начал разбирать, если, во-первых, здесь есть слив, вот этот винт слива. А вообще проще скрутить вот это. И вот эта вот весь, вся чашка карбюратора, она снимается. Пополок у вас, естественно, висит. И бензин самотеком течет. Я просто подставлял стаканчик и все целиком в слив. Заодно все-таки немного грязи было в карбюраторе. Вот. И что я хотел показать. Это-то... Начал я его протирать, смотреть. Не знаю, будет сейчас видно, нет. И вот здесь под клапанной крышкой. Во-первых, я заметил, что чуть-чуть как бы то ли порвано, то ли самой крышкой обрезана прокладка. Где она тут? Тысяча. Не видно. Ну вот краешек болтается в прокладке. Но может быть она просто подрезана. Крышкой. И есть такое, как небольшое, запотевание масла. В этом месте. Я проверил болты. Болты, честно говоря, были не до конца затянуты. Поэтому я решил сейчас снять эту крышку. Заодно посмотреть зазоры на клапанат. И посмотреть, что там с прокладкой. Вот. Сейчас, значит, выкручиваю свечу. И скручиваем крышку. И смотрим, что там. Так, свечу я снял. Эти болты я сломил. Сейчас так от руки скручу. И посмотрим, что там с прокладкой. В принципе, можно вырезать. У меня есть паранит. Но там она, по-моему, потолще, чем паранитовая. Типа картонная такая. Они продаются, но в основном это будет доставка. А ради такой мелочи покупать по почте особого смысла нет. Одну эту прокладку. Ну вот. Так, пробуем снять. Да. Сейчас покажу. Все нормально, в принципе. Здесь получается, что подрезан край ее. Вот здесь видно. Вот она. Думаю, можно будет немного герметиком намазать. Сейчас это подрежу. Так. Сейчас сниму ее. По краю вот здесь я имею в виду герметиком чуть смазать. Итак, снял я все-таки с крышечки саму прокладку. Вот здесь видно, что по наружному размеру она немного больше. И от этого вот здесь тоже она подрезалась немного. А края, но здесь я обрезал просто ножницами. Здесь видно, что место прилегания есть. То есть дело не в ней. А дело просто в том, что сама крышка была не дотянута. Поэтому такое и произошло. Ставлю ее же, ничего не меняю. Просто затягиваю хорошо. И все. Так, выставил я клапана. Сейчас проверим зазор. Ради интереса раз уж разобрал. Не понял я почему такой лифт. Лифт. Люфт. Коромысел. Ну, так и есть на этих двигателях. Просто странно. Что такой большой. Ну ладно, смотрим. Значит, это впуск у нас должен быть 0,15. Выпуск 0,20. Взял я щуп. Меряем впуск. Ну вот 0,15 в принципе. Нормально здесь. Так оно и есть. Теперь проверим выпуск. 0,20. Тоже входит. Не болтается. Все в порядке. Значит, клапана не трогаем. Закручиваем крышку. И все. Вот в принципе то, что я хотел показать касаемо этого двигателя. Так проблем с ним не было. Вот этот был первый сезон у меня на мотоблоке. Сколько он? 6 или 6,5 сил. Я не помню. Не подумал, что будет маловато. Но вполне тележка нагружена дровами. И земля. То есть ничего. Прекрасно возит. Прекрасно пахать. Так что с этим проблем нет. Рекомендую. Вот. Ну, по двигателю, наверное, все. Пока. Да. Субтитры сделал DimaTorzok